Бог не лицеприятный Мы делаем, все, что мы делаем, делали, как для Господа. Я приводил пример, когда я в Сакраменто работал с молодежью, и подошел ко мне один из молодежи и говорит, брат Виктор, у меня экзамен, помолитесь, чтобы Бог помог. Я говорю, хорошо, помолимся, ты сдашь экзамен. Он говорит, я плохо знаю. Я говорю, нет, ты сдашь экзамен. Мы сейчас помолимся, и ты сдашь экзамен за первый раз. Он говорит, хорошо. Мы помолились, а другой студент такой очень хорошо учился, он слышал это все. Он подходит ко мне и говорит, брат Виктор, ну, помолитесь за меня тоже, чтобы я сдал. Я говорю, нет, ты не сдашь. Он говорит, как? Вы еще не молились? Я говорю, мне нечего молиться. О, я помолюсь, но ты за третьим разом сдашь. Он говорит, как? Я все знаю. Я это все знаю. Для меня это легко. Я просто, ну, решил, ну, чтобы помолились. Я говорю, ты хоть молись, хоть не молись. Я не могу поменять сердце Бога. Я не могу ничего сделать. Но ты не сдашь за первый раз, за третьим сдашь. А почему не за вторым? А потому что за второй, когда Бог тебе говорит, ты не делаешь за первый раз, ты не делаешь за второй раз, а ты делаешь аж за третьим разом. А этот человек, только ему Бог скажет. Он сразу это делает. Поэтому для меня не надо откровения. Я знаю Бога, и я знаю, что вы делаете. Поэтому этот человек, когда ему Бог скажет, он сразу это делает. Он так стоит, стоит, говорит, не понял. Я никогда Бога не видел. А я тогда того спрашиваю, а ты видел Бога? Он говорит, да. И ты слышишь, когда Он тебе говорит, да. Я говорю, а как это так? Я вижу, Он видит, а ты не видишь. Говорю, ему Бог сколько раз говорит, за каким делает? Он говорит, за третьим разом. Он стоит, говорит, а как это? Где это? Оказывается, что делайте для Господа, а не для человека. И не повинующийся человеку не повинуется Господу. Оказывается, что я прихожу или позвоню одному и второму, скажу, вторник молодежное было, проповедь скажешь. То вот этому, когда бы я не позвонил, Он говорит, скажу. Даже позвоню в понедельник. Он говорит, брат Виктор, можно я такого, вот-вот-вот, коротенького? Но Он все равно скажет. Тому хоть за неделю звоню. За сколько бы я не звонил, Он обязательно скажет на третий раз. Через, на третий раз Он скажет. А этот сразу скажет. Поэтому не надо откровения, что если мы делаем как для Бога, то Бог делает для нас. Итак, как мы делаем для Бога? Делаем с первого раза? Получим с первого раза. С второго, с третьего, десятого выбирайте сами. Так и получите. Поэтому пусть Бог благословит. Потому что написано, что кто неправо поступает, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Как мы поступаем, так мы и получаем.